Слушайте! Все! Так мы назвали свой общефедеральный вебинар. Мы его задумывали, как вебинар общефедеральный. Но получился он у нас международным. Ведь сколько наших людей сейчас живут в разных концах земного шара. Для наших родных людей, которые, живя в разных краях и странах, помнят русский язык и не хотят его забывать – мы одна из весточек с Родины. И мы надеемся, что весточки наши будут для вас тёплыми и уютными. Надеемся, что наши вести-весточки помогут всем вам, дорогие наши друзья и родные наши души, где бы вы ни находились, где бы вы ни жили, помнить себя, помнить Родину, учить своих детей родной речи и прививать им традиции родной культуры. Жизнь такая, не можем мы с вами собраться все вместе за семейным столом. Но зато у нас теперь есть возможность собраться за столом учебным. Главное наше национальное свойство – любознательность, жажда знаний и желание постоянно учиться и учиться. Мы провели первые занятия, и они прошли очень успешно. Мы посмотрели друг на друга и остались друг другом довольны. Мы очень, очень стараемся вас не подвести и обещаем вам, что будем стараться и впредь. Чтобы стать участником обучающего вебинара, надо зарегистрироваться, нажав на ссылку под этим видео. Друзья, соберемся вокруг родного костра, родного учения, осветим свои книжки и тетрадки и все вместе согреемся. Не печальтесь, не грустите, радуйтесь жизни и будьте здоровы. Итак… Слушайте все! Здравствуйте, уважаемые товарищи! Здравствуйте, дорогие наши друзья! Здравствуйте, дорогие подруги, уважи и важи! Кому как нравится. В прошлом 31-м уроке мы ещё раз остановились на печати земель Правого Низкого Берега Реки. В этом уроке я ещё немного расскажу о Правом Береге, и мы уточним его печать. И начну я свой рассказ с той печати, о которой уже не раз говорил в прошлых наших уроках. Печать земель есть следующая последовательность. Русло, Поле, Роща, Лес… В этой печати русло состоит, надеюсь, вы помните, дорогие друзья, из Ложа для тока воды и Поймы, которая затапливается водами реки только в Весенний Разлив, или в Разлив Дождевой. Если место у реки обжитое, то печать земель будет такой. Русло, Поле, Двор, Дом. Дворы стоят на том месте, где шумела бы Роща. А дома стоят там, где стоял бы Тёмный Лес. Разные Зоны Тела Человека тоже состоят в Печати Зон. И Печать Человеческого Тела соответствует Печати Земель. Подошва, Нога, Живот, Грудь… Здесь нужно помнить о том, что к Зоне Живота относится и поверхность самого Живота, и передней поверхности Бёдер, и передней поверхности Голеней. Верхняя поверхность Стопы Человека, которая называется Нога, есть представительство Половых Органов на Стопе. Поэтому Печать Зон Тела Человека может быть и такой. Подошва, Половые Органы, Живот, Грудь… Чтобы поверить в это, можно по-другому посмотреть на верхнюю поверхность Обуви. Не всякой, правда, Обуви, а только той Обуви, что со Шнурками или с какой-то другой Застёжкой. Боковые Обкладки, те, что с Дырочками для Шнурков, изображают Её. А Язык или Язычок, который располагается под Боковыми Обкладками и между ними, собой изображает Его. Всё вместе – это Она и Он в ней. А держат всё это вместе Шнурки. Именно поэтому Дети, шутку называются Шнурками. И Мальчики, и Девочки. Дети Шнурки с собой соединяют Папу и Маму. И вообще, они собой скрепляют всю Семью. А если Обувь не Шнурками стягивается, а Застёгивается какой-нибудь Застёжкой, то различные Хлястики с Пряжками и Пряжечками – это Мальчики, Сыновья. А если это какие-то Кнопки или Крючки, то это Девочки-Дочери. Слова Язык и Lingva есть разные чтения одной и той же Записи. По-русски она читается язык, а не по-русски, по-латински. Она читается примерно как Language. То есть, в Записи эти слова есть одно и то же. Об этом мы давно уже говорили. Ещё Виталий Владимирович в каком-то из Уроков об этом говорил. Кстати, к этому можно добавить. Слово Язык состоит всего из четырёх букв, но сокращено в него слово, состоящее из трёх Слагов. То есть, это слово есть сокращение Исходной Основы, состоящее из более двадцати Знаков. Да, уважаемые друзья и подруги, вам должны быть опять нужны Доказательства, Доказательства и Доказательства. Что не скажешь – давай Доказательства. Нам всё время приходится говорить о каких-то непонятных чтениях, каких-то непонятных слов. И непонятно, как это всё получается, что такие разные слова есть разные чтения чего-то одного и того же. Но, во-первых, мы знаем, что они мало кому на самом деле нужны, эти Доказательства. Они нужны только Лингвистам. А их среди вас немного. Лингвисты и Филологи привыкли к Научной Литературе, к Научным Терминам, к Научным Докладам со Ссылками, с Литературой, с Источниками – всё, как положено. То есть, люди, имеющие отношение к Науке, хотят, чтобы мы, так же, как они, повыписывали отовсюду, 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 всякое разное замечательное, а потом здесь, зачитали бы вам, что у нас получилось. Во-вторых, всё, что можно списать, переписать из всех Источников, уже давным-давно списано-переписано до нас. И не по одному разу. И в-третьих, сообщаю вам, уважаемые друзья и подруги. Институт Ясна состоит сейчас из девяти управлений. Одно из этих управлений – Русская Школа Русского Языка. Руководит Русской Школой Русского Языка Ванин Алексей Николаевич. По всем вопросам извода слов можно обратиться к нему. Может быть, он сочтёт нужным вам что-то доказывать. Кроме того, те, кому нужны доказательства исторические, могут обратиться к нам в наше историческое управление, которому руководит Воинов Виктор Леонидович. Может быть, и он с вами поговорит. Всё, пошли дальше. Мы с вами остановились на Печати Земель и Печати Частей Тела. Чтобы взглянуть на все виды перечисленных Печатей, разом, нужно все Печати собрать в следующую таблицу. – Русло, Поле, Роща, Лес. – Русло, Поле, Двор, Дом. – Подошва, Нога, Живот, Грудь. – Подошва, Половые Органы, Живот, Грудь. Здесь нужно сказать, что, конечно, Печать Земель, которую мы рассматриваем, есть только часть общей Печати всех Земель. И до рассмотрения Полной Печати, нам нужно ещё идти, да идти, шагать, да шагать. Тоже нужно сказать и о Печати Тела. Печать Частей Тела, о которой мы сейчас говорим, есть только часть общей Печати Тела. И мы пока рассматриваем только четыре части Тела, из всех двенадцати его частей. Но рассмотрение всего только небольшой части Полной Печати уже даёт нам немало всяких пониманий того, как устроена Жизнь. И это даёт нам понимание того, как понимали Жизнь наши Далёкие Предки. Например, то, что по телу Нога соответствует Половым Органам, даёт понимание нашей сказочной любимицы – Бабы-Яги. Полностью Бабу-Ягу называют Баба-Яга – Костяная Нога. О ней немного в своё время рассказал Виталий Владимирович где-то в середине девятнадцатого урока, а я сейчас только ещё немного к этому добавлю. В Половом Члене некоторых Животных содержится Кость – Самая Настоящая Кость. Она по-русски называется ПАЛКУЛА или просто ПАЛКА. А не по-русски, в латыни. Она называется БАКУЛЮМ. Получается, что Половой Член соответствует Ноги и у некоторых Животных, например, у Моржей или Котиков, Котиков, в нём есть Кость. Вот такая у них, у Моржей и Котиков, есть Костяная Нога. В нашем двадцать девятом уроке я рассказал вам, уважаемые друзья, Улыжи и Важи, немного о Дворах и немного о Воротах. И я сказал, что Ворота по-другому, по-русски, называются КАЛИТА. И это на самом деле так. Ворота – это КАЛИТА, и КАЛИТА – это Ворота, кому как нравится. Слова Ворота и КАЛИТА – слова разные, а означают они как будто бы одно и то же. Но нет, нет, дорогие друзья. Слова Ворота и КАЛИТА по значению очень близки друг другу. Но всё-таки они означают немного разные понятия. Дело в том, что слова КАЛИТА и Ворота происходят от слов КОЛОТ и ВОРОТ. Или даже можно сказать так, они происходят от слов КОЛ и ВОР. Так вот, исходно по-русски, в задней поверхности ног мужчины называются КОЛЫ или ВОРЫ. Точнее, словом КОЛ называется задняя поверхность правой ноги мужчины, а словом ВОР называется задняя поверхность левой ноги мужчины. И отсюда словами КОЛ и ВОР называются те Столбы, что для чего-нибудь врыты в землю. Да, так называются Столбы – либо КОЛ, либо ВОР. То есть, по-русски Столб можно назвать КОЛ, а можно его же называть и ВОР… А называть Столбы по-разному нужно только в том случае, когда один Столб можно считать стоящим справа, а другой стоящим слева. Тогда Столб стоящий справа называется КОЛ, а Столб стоящий слева называется ВОР. Теперь для ясности ещё раз. Задние поверхности ног мужчины называются Правой и Левой Столбы, или, соответственно, КОЛ и ВОР. То есть, тело мужчины покоится на двух Столбах. И Столбы эти опираются на Пятки. КОЛ – задняя поверхность правой ноги, стоит на Пятке Правой Стопы. ВОР – задняя поверхность левой ноги, стоит на Пятке Левой Стопы. Можно сказать, Пятки Стоп есть Пяточные Камни – Камни-Подставки для Столбов. Правда, так бы мы с вами сказали ещё недавно, но не сейчас. Ведь мы теперь знаем, что именно называется Ногой. Поэтому, думаю, вы понимаете, что пока я Ногами называю то, что в Учебнике по Анатомии называется Нижними Конечностями. Однако дальше. Теперь у меня для вас есть главное сообщение. Передние поверхности Правого Бедра, Правого Колена и Правой Голени всё вместе называются Створь. А всё вместе передние поверхности Левого Бедра, Левого Колена и Левой Голени называются Дверь. То есть, в задней поверхности Нижних Конечностей мужчины есть Столбы, а их передние поверхности есть Створы Ворот. Точнее, не Створы, а Створь и Дверь. Если говорить о Воротах, то на Навесах Правого Столба висит Створь, а на Навесах Левого Столба висит Дверь. В середине Створь и Дверь сходятся, и их можно чем-нибудь скрепить. То есть, можно запереть Ворота. Получается, нижние Конечности мужчины есть Ворота или Калита. Если Ворота называть от названий Правой Конечности, то их нужно называть Калитами. А если Ворота называть от Конечности Левой, то они и есть Ворота. Проставленные Ноги Мужчины соответствуют Открытым Воротам. А если Ноги сомкнуты – Ворота закрыты. А если, сидя на стуле, например, Голени скрестить, положить одну ногу на другую, то Щиколотки обеих стоп окажутся рядом друг с другом. Такое положение Конечностей соответствует Воротам, закрытым на Щеколду. Если вы сейчас, дорогие друзья, сидите, скрестив Ноги, то Ворота ваши заперты на Щеколду. Слово Щеколда – есть слово одного из Водов со словами Щиколотка, Щит и Защита. Запирались Ворота не только Щеколдами, но и особыми засовами. Кстати, очень хорошо, дорогие друзья, если вы помните о том, что в старину правая сторона тела человека – и мужчины, и женщины – считалась стороной мужской, а левая сторона тела – считалась стороной женской. Поэтому сам засов должен быть на правой, мужской створке ворот, а гнездо для него должно находиться на створке ворот левой, женской. С чем по телу мужчины, по случаю, можно сравнить засов на Воротах, уважаемые друзья, я думаю, вы догадаетесь сами. Повторение Мать-Учения. Поэтому ещё раз. Задние поверхности Бёдер и Голеней соответствуют столбам, которые опираются на Пятки, и на которые навешиваются створки Ворот. А передние поверхности Бёдер, Коленей и Голеней, соответствуют самим створкам Ворот. Верхние поверхности Стоп, которые называются Ногами, соответствуют Просветам между Створами Ворот и землёй под ними. Для Ворот эти Просветы под створами называются Подворотня. Если же Ворота называть Колитами, то этот Просвет под ними можно называть Подкалитней. Можно сказать, Правая Нога соответствует Подкалитне, а Левая Нога соответствует Подворотне. Так как Нога соответствует Половым Органам, можно сказать, что Половым Органам соответствует и Подворотня. Кстати, получается, что всякий Тузик, лающий в Подворотне, тоже соответствует Половым Органам. Итого. Все поверхности Нижних Конечностей что-то значит и чему-то соответствуют. И значит чему-то соответствуют и Подошвы Стоп. Так вот, Подошвы Стоп соответствуют тем частям Столбов, которые зарыты в землю. … Так, теперь немного о Калитке. Ведь у каждых у Ворот есть ещё и Калитка. И Калитку открывают тогда, когда нет необходимости все Ворота открывать. Кстати, всё-таки у Ворот есть Калитка, а вот Дверцы у них, как правило, нет. Не называют обычно Калитку Дверцей. Дверцы находятся не у Ворота, а где-то в других местах. … Раз Калитка называется Калиткой, значит, она должна находиться с правой стороны, то есть со стороны Кола, со стороны Створи. Теперь ещё раз о Человеке. … Человек стоит, сомкнув Ноги. Его Калита Ворота закрыты. А если человек стоит, расставив Ноги в сторону, то его Калит Ворота открыты. А если человек хочет только немного расставить Ноги, то он сначала отставляет Правую Ногу, стоя при этом на Левой Ноге. … Правда, всё так происходит только, если Человек Правша, как почти все Человеки-Люди… А Правша, чтобы для какого своего действия освободить Правую Ногу, всю Тяжесть Тела перенесёт на Ногу Левую. То есть, для того, чтобы что-то сделать Ногой, делать он это будет Правой Ногой. А для того, чтобы что-то сделать Правой Ногой, он встаёт на Левую Ногу, на Столб… Значит, если сравнивать человека с Калитами Воротами, когда он стоит именно на Левой Ноге, отставив при этом в сторону Ногу Правую, можно видеть это так, что он открыл не Ворота, а только приоткрыл Калитку. Ворота ставят так, что, если смотреть на Ворота со стороны Околицы, то Кол и Створь этих Калит Ворот находятся слева, а Вор и Дверь, соответственно, будут справа. То есть, если Ворота Двора представлять, как расставленные Ноги Человека, то Человек этот стоит лицом к реке, а спиной – ко Двору, и этот Человек Ворота встречает всех гостей, всех, кто хочет войти во Двор. И Калитка от них находится слева. … Теперь о Столбах. Столбы называются Кол и Вор. Слова Кол и Вор оба сильно сокращены. В слове Кол начальная мягкая К есть мягкая буква К, которую можно описать как соединение букв К и Х – К. Такой буквы у нас сейчас нет, но была… То есть, букв К в своё время было две – Твёрдая К и Мягкая К. Поэтому слово Кол исходно было словом примерно КХОЛ. В свою очередь, буква К есть чтение соединения букв РЕВ. Как в санскрите – пишется соединение Р и В, а читается как К. Поэтому слово КХОЛ можно читать как РЕВОЛ. Со словом РЕВОЛ в одном изводе состоят нерусские слова – Революция, Револьвер и английское слово РЕВОЛВ, Значение которого – Вращать. Все эти слова – о Вращениях и Переворотах. На самом деле, слова ВОР, ВОЛ, РЕВОЛ, ХОЛ, ВОРОТА и КОЛИТА – есть слова ВОУР, ВОУЛ, РЕВОЛ, ХОЛ, ВОУРОТА и КХОЛИТА. Во всех этих словах звук У слышится слабо, но в написании эта буква в словах стояла. По правилам письма и чтения в русском языке, состав букв и созвучие ОУ может читаться как буква И. И иногда при чтении оно переходит в букву А. Из-за этого во многих русских словах на месте букв О, У, И и А на самом деле стоит составная буква ОУ. Теперь можем сказать, что столбы Ворот КОЛИТ на самом деле назывались ВОУЛ и РЕВОЛ. То есть, левый столб назывался ВОУЛ или ВАЛ, а правый, стоящий напротив него, назывался РЕВОЛ или сокращенно ХОЛ, КОЛ. Приставка РЕ придаёт слову смысл обратности значения, оборотности или противопоставления чему-либо исходному. Да, левый столб может называться не только ВОУР, но и ВОУЛ. Но если буква Р разложена в соединении букв ЛЛО… Вот, кстати, ещё вам нужно сказать. Вот не верьте, уважаемые друзья, важичи и важи, в то, что буква Л в словах может заменять букву Р из-за картавости говорящих. Что вообще-то бывает? Или ещё из-за каких-то ОГРЕХ ГОВОРЯЩИХ или ПИШУЩИХ. Буквы Р и Л в русском языке связаны особым правилом. И заменяют они друг друга в словах согласно этому правилу. Название столбов Ворот КОЛИТ происходит от названий столбов в теле человека. Задняя поверхность Левого Бедра и Левой Голени, то есть задняя поверхность Левого Бедра и Левая Икра, называется ВОУР или ВОУЛ. А задняя поверхность Правого Бедра и Правой Икра называется РЕВОУЛ или КОУЛ. Здесь уместно следующее замечание. Я уже сказал, что для человека правши Опорной Ногой является Левая Нога, то есть его Левый Столб, ВОУЛ или ВОУР. Для того, чтобы человеку обернуться или повернуться в обратную сторону, он повернётся на Левой Ноге. При этом отталкиваться от Земли он будет Ногой Правой. То есть человек вращается на своей Левой Опорной Ноге. И это обстоятельство закреплено в Армейских Строевых Правилах. Разворачиваться на месте нужно стоя на Левой Ноге, оттолкнувшись Правой Ногой. И после Разворота Правую Ногу нужно приставить к Левой. Такой Разворот в Армии есть исполнение команды КРУГОМ. Если человек устал стоять, опираясь на Левую Ногу, и перенёс основную тяжесть тела на Правую Ногу, на Револ, то он тем самым совершил Революцию. Революция – это переступить с Левой Ноги на Ногу Правую. Вот такая у нас возможна Революция. Стоял, стоял, стоял на Левой Ноге, устал, переступил на Ногу Правую – Революция. Революция – постоял, переступил на Ногу Прежнюю – ещё Революция. Контрреволюция. А если идёшь – вообще Революция за Революцией. В переносном смысле Революция есть переход с одних устоев Государства на другие устои. Или Революция есть смена одного устоя на другой устои. И всего устоев Государства есть только два. Один – Основной Устой – Накопление всего необходимого для жизни. Другой Основной Устой – Накопление самой Жизни. И здесь, уважаемые друзья, есть о чём подумать. Есть о чём задуматься, поразмыслить. Слово Устой – есть сокращение слова Усть-Ой или Устрой. Поэтому можно сказать, что Революция есть переход от одного устройства Государства к другому устройству. Привычному слову Революция в русском языке соответствуют слова Переворот. И не очень удобны слова Переваливание. Переваливаться – это переносить тяжесть тела с левой ноги на правую. Или это переносить тяжесть тела с одного Вала на другой. Можно сказать, что Коул и Воул или Коул и Вал – есть приводные Валы от тела к ногам. Все мы знаем выражение Ходить в Развалочку. Ходить в Перевалочку. И все мы знаем выражение СВАЛИТЬ откуда-то, в значении откуда-то УЙТИ. Слова СТОЯТЬ, УСТОИ, СТОЙКА, СТОЙКОСТЬ, УСТРОЙСТВО и СТРОЙ состоят в одном изводе со словом СТОЛБ. Слово СТОЛБ – для них, для всех есть ИСХОДНОЕ СЛОВО и ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ. Слово СТОЛБ – есть чтение слова СТЬОМТ, а чтение более полного слова СТЬОМБИНА – есть слово СТОЛБИНА, которое можно читать как СТОЛБ. Слово ВОВРАЩЕНИЯ – есть небольшое упрощение слова ВОВРАЩЕНИЯ. Слово ВОВРАЩЕНИЯ нужно читать через И – ВЫРАЩЕНИЯ. И в таком случае звук И слышится очень слабо. И в произношении выпадает. Таким же образом буква И выпадает, например, в словах ВРЕМЯ, ВЛЕЧЕНИЯ, ВЛАЖНОСТЬ, СНЕГ, КНИГА и КРОВЬ. Стоять на месте и переносить Тяжесть Тела с одной ноги на другую, по-другому, по-русски называется Переминаться с ноги на ногу. Или это называется МЯТЬСЯ. Мы говорим – Что ты мнёшься в дверях? Проходи в комнату. Слова МЯТЬСЯ и Переминаться происходят от слова МЕСТО. Со словами МЕСТО и Переминаться в одном изводе состоят слова МИНА, МЕНА, МЕНЯТЬ, ПОМЕНЯТЬ, ПЕРЕМЕНА, СМЕНА, МИНОВАТЬ, МИНУТА и ВРЕМЯ. И с ними со всеми в одном изводе состоит нерусское слово ПЕРМАНЕНТНО, что по-русски означает ПОСТОЯННО. Кстати, русское слово ЧУЛОК на самом деле начинается не с буквы ЧЕ, а с буквы Дж, которой у нас сейчас нет. Должно быть ДжУЛОК. Сейчас во многих русских словах начальный Дж стал писаться и читаться как начальная буква ГЭ или как начальная буква ЧЕ. Поэтому в обратную сторону слово ЧУЛОК читается как КОЛУДЖ или КОЛУК. А от слова КОЛУК происходят слова КОЛГОТЫ и КОЛГОТКИ. Правда, сейчас о том, как и откуда произошло слово КОЛГОТКИ, принято рассказывать о наших КОКЕТКАХ и МОДНИЦАХ 60-х годов, о ЧЕХОСЛОВАКИИ и о ЧЕШСКОМ ЯЗЫКЕ. Рассказывают и другие истории, об ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ, о ЛАТЫНИ. Но ведь есть же русские слова КОЛГОТИТЬ и КОЛГОТИТЬСЯ. КОЛГОТИТЬ значит кого-то будоражить, заводить или беспокоить. А слово КОЛГОТИТЬСЯ означает ТОЛОЧЬСЯ на ногах, хлопотать, кипеть, беспокоиться, заботиться, вертеться Колесом и суетиться. Ладно, не будем мы сами по этому поводу особенно КОЛГОТИТЬСЯ и КИПЕТЬ. Вдогонку добавлю только, что ещё со словом КОЛ в одном изводе состоят слова Колесо, Колебаться, Колоть, Клык, Около, Клонить, Наклон, Косой, Косина и Укосина. Никто сейчас не знает, почему Дверной Косяк называют Косяком. НИ-К-ТО ЗАБЫТО ВСЕМИ ВМЕСТЕ. Ушли от нас знания совсем простых вещей. Остались одни догадки, догадки, догадки… Дверным Косяком назывался в прошлом тот Вертикальный Брус, на котором крепили Волки. Особые небольшие Вертикальные Штыри или Пальцы. На эти Волки Штыри Пальцы навешивали Дверные Петли, которые крепятся к ребру Двери. И этот Вертикальный Брус ставили слегка косо… Намеренно ставили его косо. Его ставили слегка наклонно в сторону Дверного Проёма. Оставили его косо для того, чтобы Дверь закрывалась сама. Дверь, висящая под небольшим углом, закрывается сама своей собственной тяжестью. Позже делали по-другому. Сам Дверной Брус ставили ровно, но особым образом перекашивали только Волки, на которые навешивали Дверь. Их перекашивали так, что открытая Дверь была в напряжении. И напряжение в ней сходило только тогда, когда Дверь закрывалась. Вот и оба Столба Ворот ставили немного косо, их наклоняли друг к другу. И щиты Ворот под своей тяжестью сами закрывались. И их оставалось только запереть. А для того, чтобы Столбы под тяжестью Ворот не наклонились, ещё сильнее, их сверху скрепляли особым Брусом, который называется – Балка. Балка лежит на Капителях Столбов. И поэтому она называется – Капитальная Балка. Если Ворота построены по всем правилам Древнего Искусства, то Капители на Столбах – Трёхуровневые, то есть они как бы трёхэтажные. И Балка, которая лежит на них, тоже трёхэтажная. Средний уровень этой Балки немного выдаётся вперёд. И этот её средний этаж, поясни, соответствует месяцу Октябрю. Сама вся Балка над Воротами соответствует Осени. И она собою осеняет Ворота. Соответствие всех этажей и всех уровней различных построек к месяцам года сегодня рассматривать не станем. Потому что это очень обширная тема, и сейчас нам не до неё. Герб Рода есть особая композиция из особых знаков, обозначающих все дела, которыми занимается или которыми славится Род. Каждый знак на Гербе Рода означает, что именно в этом деле Род особенно преуспел. Поэтому Герб Рода изображает самую-самую вершину достижения Рода. А самой вершиной года, вершиной времён, раньше был месяц Октябрь. Здесь, в Октябре, завершалось время прошедшего года и начиналось время года следующего. Месяц Октябрь был вершиной всех дел в году. По всему поэтому Герб Рода изображался на Особом Щите. И этот Щит с Гербом прибывали к тому уровню Балки над Воротами, которые соответствуют Октябрю. Да, конечно, месяца Октября тогда ещё не существовало. Современные названия месяцев года составлены относительно недавно, около двухсот лет назад. У всех славян средний месяц Осени назывался Оружник. Ружник или Русник. Кстати, Запад научил наших служащих Нижнего и Среднего Звеньев называть себя Менеджерами. А мы их сейчас с некоторой безнадёгой и издёвкой называем Манагерами. Читаем это слово буквально и по-русски, имея в виду частое буквоедство самих Менеджеров. Менеджер – это дело производитель, и Менеджер – это руководитель каких-то людей, которые заняты какими-то делами. Люди старшего поколения злы на Менеджеров Манагеров из-за того, что они, как правило, имеют низкий уровень образования, либо они не имеют его вообще. В силу своего простецкого образования, бытового уровня Манагеры бросились весь быт государства устраивать по-своему, по-манагерскому. Уже во многих областях они хорошенько всё наделали и хорошенько наруководили. Постарались они и в языке. И теперь, например, согласно их учению, и научению, и разумению, нужно говорить не меньше двухсот лет, а меньше двухста лет. Вот такое склонение. Вот такое склонение русского языка. Вот такой у них родительный падеж. Менеджер – слово иностранное – звонкое, с непонятным смыслом. Менеджер звучит солиднее, чем продавщица, уборщица, разносчик или охранник. Оно скрывает низкий статус работника и немного утоляет его боль от пустой никчёмной жизни. Называться Менеджером – это сейчас помазание Западом на крутизну, на шик. Сейчас наш доморощенный Менеджер-Манагер чаще всего есть несостоятельность, покрытая опломбом. Вообще, Менеджер – это работник, который работает на Хозяина. Он работает только для того, чтобы зарабатывать деньги. Жизнь Менеджера управляется деньгами и управляется доступом к ним. Жизнь Менеджера – жизнь для денег. Как правило, Менеджеры работают на Правительство. А те, кто не Менеджеры, служат Государству, Флагу Государства. Кстати, кстати, кстати… Слово Менеджер происходит от слова примерно МАНОВА. Исходно в русском языке слово МАНОВА называется ЛЕВАЯ РУКА Мужчины. Только ЛЕВАЯ и только Мужчины. Слово МАНОВА сильно сокращено. И в нём буква Н есть буква Ижица, которая, как вы, уважаемые друзья, помните, может читаться и как В, и как И, и как и краткое. Поэтому слово МАНОВА может читаться как МАОВА или МАЁВА. А Правая Рука Мужчины, исходно по-русски, называется ПРАВОВА. И тоже только Правая и только Мужчины. В слове ПРАВОВА начальный знак читается как созвучие ПР, а Ижица читается как буква В. Ещё более сжато, слово МАНОВА может читаться как ДжОВА, как ЛёВА или ЛЕВА. И отсюда происходит слово ЛЕВАЙ. Мы сейчас и Правую Руку, и Руку Левую называем Одинакова Рука. Но для того, чтобы уточнить о какой именно Руке идёт речь, мы уточняем Правая или Левая. А исходно, у всех частей тела, как я уже не раз говорил, у РУК, у НОГ, у ГЛАЗ, у УШЕЙ, И у Правых, и у Левых были свои собственные названия. Причём у Мужчин свои, а у Женщин свои. Так изначально, исходно был устроен русский язык. Со словом МАНОВА в одном изводе состоят слова МАНИТЬ, МАНОВЕНИЕ, МАНЕРА, МАНИЯ, МАХАТЬ, МАЯ, МАЯК, ДОБЫЧА, ЕГЕРЬ и нерусские слова ДжОУП в значении ТРУД, РАБОТА и ЛАБОРАТОРИЯ. По-русски у Правой и у Левых Рук разные занятия. Правая Рука занимается Работой, а Левая Рука занимается ДЕЛО. По-другому сказать Правая Рука работает, а Левая Рука трудится. Правая и Левая стороны Тела Человека есть, соответственно, Мужская и Женская Половина Тела. Именно поэтому в ходу у нас есть два устойчивых выражения – Мужская Работа и Женский Труд. … Однако, однако, однако… Чуть я не начал рассказывать вам о Руках, уважаемые друзья ВАЖИЧИ и ВАЖИ. Заговорился я с Руками и Менеджерами, а помнить-то сейчас нужно о Ногах, ведь речь-то у нас сегодня о Ногах… А о Ногах речь зашла в разговоре о Воротах-Калитах. Итак… В Ворота-Калита есть Створь и Дверь, висящие на двух столбах-косяках, чуть наклонённых друг к другу и скреплённых наверху общей Балквей. А внизу, между двумя столбами, вровень с землёй, закапывали Большое Бревно, как бы подземную Балку. Эта подземная Балка нужна для того, чтобы в неё устанавливать особые Гнёзда для особых Ключей. Ворота-Калита запирали следующим образом. Когда Створь и Дверь сходились, особые петли на них, обеих, оказывались стоящими в ряд, одна над другой, одна над другой и одна над другой. Их сверху-вниз пронзали особым Ключом – Штырём, который внизу вставлялся в Гнездо, устроенное в этой самой Подземной Балке. Бревно, закопанное под аркой Ворот-Калит, подземная Балка, называется Волк. Само Бревно по-другому называется Волк – так, по-русски называется любое Бревно. Слово Волк есть сильное сокращение исходного слова, – и с ним в одном изводе состоят слова Влечение, Увлекать, Завлекать, Волочить и Волок. Бревно есть ствол, срубленного в лесу дерева, а к месту строительства Бревна и все Брёвна Волокли, то есть к месту строительства доставляли их Волоком, и по-другому их было, ну, никак не доставить. Слово Волк имеет прямое отношение к слову Порог. Волк под Воротами-Калитами является Порогом Двора. Можно сказать, что тот, кто переступил этот Порог, этого Волка, тот его перевалил. Можно сказать, он завлёкся во двор. Или он во двор вовлёкся, ввалился в него, или в него завалился. Да, и к Волку в лесу этот Волк-Бревно имеет отношение. Волк – хитрое и сильное животное. Бывает, он охотится и на домашних животных, и поймав Овцу, Козу или даже Корову, он имеет обыкновение уволочь их к себе в лес. Можно сказать, человек у Волка из леса уволок бревно, а Волк у человека уволок к Овцу. Ну, это так, для смеха… В прошлом 31-м Уроке речь у нас шла о Тамбовском Волке, Филанте. А сейчас речь идёт о Волке Воротном-Калитном. И дальше речь пойдёт не только о самом этом Волке, но и обо всём его семействе. … Верхняя Балка, которая скрепляет Капители Столбов, называется Волчица. А из-за того, что она лежит на Капителях, она называется Капитолийская Волчица. В значении нерусского слова Капитель – Головка. Вертикальные Столбы Коул и Воур – это Волчата, дети Воротного Волка и Капитолийской Волчицы. Или, по-другому, это Волчки – Коул и Воур. Скрепляли Столбы и Балку-Волчицу следующим образом. На краях Балки делали особые выступы – Штифты, а в Капителях Столбов делали особые Пазы, в которые вставлялись эти Штифты. Слово Паз имеет прямое отношение к слову Пасть. Всё это можно себе представить так, что Капитолийская Волчица кормит своих Волчат, её сосцы вставлены в Пазы Пасти Волчат. К слову Коул имеет отношение имя Кастер, а к слову Вор имеет отношение имя Полукс или Полидевк. Все вместе – Воротный Волк, Капитолийская Волчица и Два Волчонка, есть Рама – Ворот. Слово Рама есть сильное сокращение исходного слова, меньшим сокращением которого является слово, примерно, Ферамба. И оно состоит в одном изводе со словами Фрабуга и Арка. … Да, вот так, уважаемые друзья. Слова Рама и Арка – такие разные слова, есть слова одного извода. … А за Воротами – Двор. Рабочий Двор. В этом Дворе ни Яблони, ни Вишни, ни Беседки. Здесь Коровы, Кони, Телеги, Кузня, Хозяйственные Постройки. Но о Дворе и его Обитателях не в этом уроке. И, на всякий случай, сказать о Евпатии Кававраче тоже. Скажу только, что со словом Двор в одном изводе состоят нерусские слова – Лувр, Декорация и Суверен. И русские слова – Дело, Сумбур, Дворец, Совершенство и русская фамилия – Суворов. … И, конечно же, конечно, со словом Рама в одном изводе состоит слово Рим. Слово Рим есть сокращение слова Ферроумх или Ферымх. В этом слове начальная буква Ф читается как буква О. Вообще, в русском языке начальная буква Ф часто читается как О. Например, слова Отец, Огонь, Окно, Оранжевый и Олень на самом деле в написании исходно начинались на букву Ф. Да, ещё раз скажу. Уважаемые друзья, созвучие ОУ может читаться как буква Ы. А сама буква Ы сейчас в чтении часто заменяется на букву И. И буква Ы в чтении может как бы выпадать. То есть, она может читаться слабо, ну или совсем не читаться. Например, слово ДЫВОР сейчас читается как Двор, слово БЫРЕВНО – как БРЕВНО, а слово ВОЛОК – как ВОЛК. А последнее Ф в слове Ферроумх есть не буква Ф, а соединительная буква ФИТА. И эта буква читается слабо или очень слабо. В итоге при чтении получается ОЕ РИМ – первые певучие буквы в произношении со временем отпали, и осталось только слово РИМ. Со словом РИМ в одном изводе состоят нерусские слова РИМА, ТРИУМФ, АТРИУМ, ФИРМА и ФЕРМА – и ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ДВОР и ЕСТЬ ФЕРМА. Ещё со словом РИМ в одном изводе состоят нерусские слова РИНГ и РУМ в значении КОМНАТА. А русское слово КРУГ со всеми словами, имеющими к нему отношения, происходит от слова РОУМ с приставкой КОН – КОНРОУНГ. В этом слове обе буквы Н есть буквы ИЖИЦА, и они читаются как слабые носовые звуки. А буква М читается как созвучие НГ. Столбы КОЛ и ВОР не по-русски называются РОМУЛ и РЕМ. В римской мифологии РОМУЛ и РЕМ есть имена двух легендарных братьев. Очень легендарных. Про РОМУЛ и РЕМА написано много-премного всякого, и я не буду сейчас ничего этого пересказывать. Зато могу кое-что сказать о римских ГУСЯХ. То есть, о домашних ГУСЯХ, которые живут во дворе. Раньше во дворах все средства для тушения пожаров хранили на особом пожарном щите, да и по сей день так все делают. А сам щит и ящик с песком всегда устанавливали рядом с Птичником. В Птичниках в те времена держали не только Кур, но и Уток, и Гусей. Утки и Гуси – Птицы – водные. Они – символ воды. И названия многих пожарных инструментов связаны со словами Утка и Гусь. Кроме того, Утки и Гуси очень чувствительны к дыму и огню. Чуть что они поднимают Крик, Гвалт, Шум, Гам, Трам-Тарарам… Отсюда исторический анекдот о том, что как-то было дело – Гуси спасли Рим от пожара. То есть, Гуси спасают хозяйственный двор от пожаров. А вот Курица с Петухом – другое дело. Петух – это всегда бой. Всегда беда. Это нервы. Он – Пламя и Огонь. А тушит и гасит это Пламя. И этот Огонь всегда Курица. Петух – это Огонь. Пожар. А Курица – Пожарный. Помните, дорогие друзья, такую детскую считалочку? Тили-бом, Тили-бом, Загорелся Кошкин Дом. Загорелся Кошкин Дом, Идёт дым столбом. Кошка выскочила, Глаза выпучила. Бежит Курочка с ведром, Заливать Кошкин Дом. А Лошадка с фонарём, А Собачка с помелом. Серый Заюшка с листом, Раз, 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 и Огонь погас. А, может быть, помните, как у Самуила Яковлевича Моршака в его пьесе Кошкин Дом? Тили-ти-ли, Тили-ти-ли, Тили-ти-ли-тили-бом, Загорелся Кошкин Дом. Загорелся Кошкин Дом, Бежит Курица с ведром. А за ней во весь дух с помелом Бежит Петух, Поросёнок с решетом, И Козёл с фонарём, Тили-бом, Тили-бом. Всё Курица с ведром, Бежит да бежит, Пожар тушить. То есть, у нас Рим от Пожара спасают не Гуси, а Курица. И поэтому раньше Шлемы Пожарных, Каски Пожарных, делали с Гребнем посередине. Каска, как бы, с Гребешком, с Большим или Малым Красным Гребешком посередине. Кстати, мы в Просторечии частенько Пожарных называем Пожарниками. А ведь они не Пожарники, они всё-таки люди Пожарные. То есть, они и есть те люди, которые занимаются Пожарами и Пожары тушат. А Пожарник, так слышится в Русском языке, это скорее человек, который Пожар организовывает, то есть, который разжигает Огонь, Пожарник разжигает, а Пожарный тушит. Установка Ворот-Калит, установка и соединение всех их частей называется Монтирование или Монтаж. Установка Ворот-Калит есть Монтажные Работы. А те люди, которые устанавливают, монтируют Ворот и называют Монтёрами или Монтажниками. В слове Монтировать в произношении отпало несколько начальных букв. Отпали те буквы, которые роднят слово Монтаж со словом Ферма. Слово Монтаж происходит от соединения слов Ферма и Вант. Для того, чтобы Столбы, Ворот, Калит укрепить, к ним с внутренней стороны двора приставляли Укосины. Такая Укосина-подпорка называется Вант или Ремонт. Ванты поддерживают Фермы. Ванты могут быть и Верёвочными. Верёвочные Ванты – это не подпорки, а такие особые растяжки, которые держат Верх Ворот. Слово Ремонт имеет отношение к слову Рем. И от этого слова происходят слова Ремонт и Ремонтировать в современных значениях. Надеюсь, вы ещё помните, уважаемые друзья, что Столбы Коул и Вор соответствуют задним поверхностям Бёдер и Поверхностям Икр. Так вот, эти самые Поверхности Бёдер и Икр так и называются – Правый и Левый Столбы Тела. Со словом Столб в одном изводе состоят слова Стоять, Стояк, Стойка, Стойбище, Станина и Станция. Если дальше проводить соответствие частей Ворот, частям Тела, то Поперечная Балка, Капитолийская Волчица, соответствует Груди. Поэтому эта Волчица кормит Ромула и Рема своей Грудью. Хорошие, крепкие, красивые Ворота в прошлом много значили для Хозяина Двора и для всего его хозяйства. Ворота Калита есть самая важная часть в Ограде Двора. И они есть Лицо Двора и Лицо всего Дома. Сердцу Человека соответствует тот самый Щит на Верхней Балке Капитолийской Волчицы. На Щите изображали Герб Хозяина Двора, и здесь писали его имя. Родовой Герб Хозяина, который изображён на Щите Сердце, соответствует его Лицу. Поверх Щита изображали Воинский Шлем, или на него сверху Выдружали Шлем Настоящий. И этот Шлем служил Вершиной всей Композиции. Таким образом, получалось, что Ворота Двора есть стоящий лицом к Реке Большой Человек-Мужчина. Его Ноги – это Столбы и Ворот Калит, и Его Ноги – сами Ворота и Калита. Его Руки – это Примыкающие к Воротам Заборы с Копьями. В Сердце этого Великана есть Щит с Вензелем и Гербом. Герб, изображённый на Щите, есть его Лицо, а на его голове – Остроконечный Шлем с Украшением. Вот такие получались Ворота. И этот Воин-Великан защищал Собой Двор. И у Этого Великана, дорогие друзья, есть Название. Этот Великан называется Витязь. Понимаете, в чём дело, уважаемые товарищи, Витязь… Витязь – это название сооружения, построенного по телу человека, которое охраняет Двор, которое исполняет роль входных ворот, которое этот Двор славит и которое представляет его Хозяина. Дворы стоят один за другим, вдоль околицы и вдоль реки. У каждого Двора на Страже стоит свой Витязь. И именно об этих Витязях-Великанах идёт речь в наших сказках. Это те самые 33 Богатыря, о которых в предисловии к сказке о Царе Салтане, Александр Сергеевич Пушкин сказал так… … Там лес и дол видений полны, Там о заре прихлынут волны на берег песчаный и пустой, И тридцать Витязей прекрасных. Чередой взвод выходит ясных, И с ними дядька их морской. А в самой сказке о них сказал он так… … Там ещё другое диво… Море вздуется бурливо, Закипит, подымет вой, Хлынет на берег пустой, Расплеснётся в скором беге, И очутятся на бреге, В чешуе, как жар горя, Тридцать три Богатыря. Все Красавцы Удалые, Великаны Молодые, Все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор, И той страже нет надежней, Ни храбрее, ни прилежней. … Дядькой Черномором, руководителем всего этого славного воинства, является Крепость, которая стоит на другом крутом берегу реки, и которая охраняет всё поселение. … Да, Витязей получается то тридцать, то тридцать три. … Это всё для складности по случаю. Но всё-таки в сказке их должно быть именно тридцать три. Это связано с Луной и с Астрономией. … В переносном смысле Витязями назывались все те, у кого было своё хозяйство, у кого был свой двор, со своими Воротами и у кого были свои Люди. … Да, однако, немножечко выходит, как бы неполадка. Поперечная Балка на Воротах есть грудь этого Великана-Воина – мужчины, но она же и грудь, кормящая Ромула и Рэма Капитолийской Волчицы. … Но это не неполадка. Просто это разные раскладки… Раскладки разных мест и разных времён. У одних Входные Ворота – это Витязь, Воин, Мужчина, а у других Входные Ворота – это Семейство Волков. Получается Щит, Герб на нём и Шлем на одним – всё вместе изображали Грудь и Голову Хозяина Дома. … Вот почему на Гербах Родов над Щитом с Гербом и Вензелями часто изображают Рыцарский Шлем с Короной. Слово Витязь состоит в одном изводе со словами Воин, Воевать, Война и Воинство. А происходят все эти слова от названия Правой Руки Мужчины – Воя. … Кстати, Левая Рука Мужчины-Воина называлась Вода с ударением на О. От слова Вода происходят слова Водить и Вождение. … А сам Воин может называться словом, которое сложено из названий обеих Рук – Воя и Вода – Воевода. Воевода – это человек, который водит войска и который руководит боевыми действиями своих войск. А что касается Волков, из которых собраны Входные Ворота, то скажу… Речь здесь идёт не о тех Волках, что живут в Лесу. На самом деле речь идёт о Собаках. … Дело в том, что были времена, когда Собаку люди представляли как Вид или как Подвид Волка. Собаку представляли так, что это есть одомашненный Волк, который дружен с человеком и который находится на службе у человека. Поэтому Двор, в виде Ворот, на самом деле охраняла семья Домашних Волков, то есть Семья Собак. Мы сейчас на своих Воротах вешаем предостережение объявления – Осторожно, Злая Собака. … Кстати, с этим связано то, что в Советском Союзе не так уж давно в уголовных сообществах родилось понятие – Волки Позорные. Так в уголовных сообществах стали называть милиционеров. Правда, не всех подряд, а преимущественно тех милиционеров, кто имел отношение к сыску преступников. До этого в уголовной среде сотрудников уголовного сыска называли Цепными Псами, Ищейками, Легавыми… И всё в таком духе. Сами же преступники называли себя Свободными Волками, или Волками Честными, то есть Волками Настоящими. А Позорными они называли тех Волков, которые в их глазах опозорились тем, что продались людям за их подачки, и которые за их подачки Честных Волков всячески притесняли. Понималось всё так, что Волки Позорные ловили Волков Честных. Но Позор – это ведь не только опозориться самому. Находиться на Позоре означает быть на виду, быть выставленным на Обозрение. Позор – это и кого-то опозорить. Или за кем-то присмотреть, за кем-то презреть, или Позреть на чьи-то неблаговидные деяния. Милиционер должен зреть, и должен зреть в Корень. Он должен зорко и внимательно следить за обстановкой. Слово Позор происходит от слов Зреть и Зоркий с приставкой По. Левая рука есть Вода. Ею один человек ведёт другого, или ведёт за собой какое-то животное. Ведь правая, более умелая и сноровистая, рука нужна для того, чтобы… для каких-то нужных, уверенных и точных действий. В древности считалось, что воруют или что-то берут не по праву, берут левой рукой. А то, что берут по праву, берут рукой правой. Поэтому, если нужно что-то стащить или уволочь, для этого есть Левая Рука. И поэтому Левая Рука соответствует Волку. Но если говорить не о Волках в Лесу, а о Преступниках, то Левая Рука соответствует Честному Волку. А Правая Рука соответствует Волку Позорному, или, что то же самое, Собаке. Коротко. Левая Рука – Волк Честной, а Правая – Волк Позорный. Почти всё то же самое можно сказать и о Ногах – Левой и Правой. По всему поэтому, Левая половина Ворот – Калит, Дверь – Соответствует Волку. А их Правая половина – Створь – Соответствует Собаке. И сообщение о том, что во Дворе есть Злая Собака, нужно вывешивать именно на Правой стороне Ворот. И можно сказать, что Правая сторона Ворот – Калит – Соответствует Собаке, а Левая их сторона – Соответствует Волку. А коротко – Калита – это Собака, а Ворота – это Волк. Кстати, Милиция изначально, исходно, была Охранными Войсками и Войсками, поддерживающими Правопорядок в населённых местах. Позже Милиция появилась в Городах, и её функция осталась такой же. В Городах задача Милиции – помочь людям соблюдать установленные Правила Поведения в обществе. И задача Милиции – помочь людям не выходить за рамки приличия и уберечь их от действий, которые могут нанести вред им самим или кому-то ещё. Задача Милиции – охранять людей, охранять их друг от друга и охранять их от своих необдуманных и опасных действий. А задача Полиции – другая. Задача Полиции – заставить людей соблюдать установленные Законы. Задача Полиции – подавление бунтов и всяких недовольств населения. Милиция – соблюдение Порядка, установленного меж людьми. А Полиция – соблюдение Законов, установленных Властью. Милиция соответствует Колите и Собаке, а Полиция соответствует Воротам и Волку. Не случайно слово Полицейский у нас используется только в виде слова Прилагательного. А слово Полицай у нас вызывает самые неприятные эмоции. Полицай – это что-то резко отрицательное и опасное. Милиция и Полиция не только следят за Порядком, но и ищут тех, кто этот Порядок нарушает, ищут Преступников. А начинается сыск, отворот… Ведь всё теряется именно с того момента, как переступают Порог-ворот. … Всё ищет всегда Правая Сторона, Сторона Права. Левой Рукой мы за что-то держимся, а Правой Рукой ищем. На Левой Ноге мы стоим, а Правой Ногой ищем, куда наступить, например. Левым Оком мы окидываем, оглядываем местность, а Правым Глазом ищем на местности то, что нам нужно, присматриваемся, прицеливаемся. И вот ещё, что можно сказать, в некоторой связи с Милицией и Полицией. Кошель с деньгами в старину люди носили на Правом Боку, под Правой Рукой… То есть, они носили его на самом верху Правой Ноги… Кола… Над Калитой… Слово Кошель от своего исходного вида сейчас немного оглушилось. Исходно оно писалось через ту самую букву Дж… И было словом Каджель. Соответственно, из слова Кошелёк было словом Каджелёк. А слова Кошель, Кошелёк состоят в одном изводе со словами Калита и Калитка. И напоследок. Есть на свете такой язык – Еврит. Еврейский язык. Он сейчас является государственным языком Израиля. Произошёл этот язык в какой-то древности дремучий. Вместе со всеми другими языками. В том числе с языками славянскими от какого-то древнего, предревнего, общего языка. Но у Еврит есть большее упрощение исходного языка, чем языки славянские. Он очень упрощён и в составе слов, и в звуках, и в составе букв, знаков для письма. До недавнего времени язык бедный. Так у них получилось. Так вот… Сейчас так принято, что имя Иван имеет отношение к евритскому слову примерно Йоханан, и одно из значений этого имени – Волк. Но в русском языке в этом слове первое Н есть не Н, а Ижица. И имя Йоханан русские читали как Йохаван. Со временем слово Йохаван упростилось в слово Иван. И Иван стало очень распространённым русским именем. В наших русских сказках главный герой Иван часто действует в тесном сотрудничестве с неким Серым Волком. И на самом деле этот Серый Волк есть не Дикий Волк из Леса, а дружественный ему Волк – Собака. Сейчас слово Собака в Иврите есть слово примерно Кэлев. Из слова Кэлев есть слово Волк, читанное в другую сторону. От слова Кэлев происходит имя легендарного друга легендарного Иисуса Новина Халева, вместе с которым они руководили захватом Ханаана. И имя Новин тоже имеет отношение к имени Иван. Отсюда связь слов Иван, Волк, Кэлев, Калита, Собака… И отсюда имя легендарного князя Московского XIV века Ивана Калиты… Но это совсем уже другая история… Да, дорогие друзья… Многие-многие из вас сейчас слушают всё это и думают… Боже, да откуда всё это взялось? Где это всё написано? Да нигде это не написано… В том-то и дело… Нигде. Написано много всякого везде и понемногу… Об этом там, об этом всям… А обо всём разом, ну, не написано нигде. Ну, было бы где написано, мы бы и сами были бы рады… И сами бы почитали, и вам дали бы почитать… Ну вот, такова жизнь… Наши историки стоят в воротах Рима… И никого из них не выпускают… Ведь выпустишь нас – ищи потом Ветра в Поле… И нам всем историки говорят – ни шагу за Источники, там Лженаука… Там Волк – Лженаука… Он поймает вас и съест… Поймает и съест… Просто съест… Но мы все с вами знаем – Волков бояться – в лес не ходить. Всё. До свидания. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова